Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, у нас снова наша прекрасная гостья Кристина. И сегодня мы поговорим о футболках. Ну что ж, друзья, погнали! Кристин, привет! Привет! Рада тебя снова видеть на нашем канале. У нас очередной вопрос. Футболка. Это же прям культовая вещь в жизни любого мужчины. Потому что их много, и мы видим, как их сочетают с джинсами, с пиджаками, с брюками. И непонятно, как вообще это делают. На ком-то футболке смотрится классно, сексуально, стильно, а на ком-то это выглядит очень печально. Как подобрать себе футболку так, чтобы она на тебе смотрелась хорошо? Наверное, нужно начать с того, что самая универсальная футболка, которая идет всем и должна быть в гардеробе у каждого мужчины, это футболка с круглым вырезом, с рукавом, который идет до середины бицепса. И длина ее должна быть примерно чуть ниже ремня. Такая футболка универсальная. Ее можно носить и адаптировать, в принципе, со всем гардеробе. Вы можете надеть ее под брючный костюм, если хотите, расслабленного и неделового образа. Вы можете надеть ее под джинсы и рубашку. Это тоже смотрится здорово. Она не перебивает верхнюю одежду, а является как дополнительным неким слоем для создания образа. Супер. А играет ли роль плотность ткани на футболке? Сто процентов. И тут тоже нужно обратить внимание на то, что мужчины, которые хотят скорректировать свою фигуру, например, у них там есть живот, не знаю, грудь, которую они хотят убрать, нужно выбирать футболку, которая из стопроцентного хлопка, потому что она плотная. И такие недостатки, как недостатки фигуры, она скрывает. И, естественно, нужно сказать о том, что фасон ее должен быть прямой. И желательно, если это оверсайз фасон, потому что оверсайз из плотного хлопка может еще скорректировать ваши плечи. То есть она условно создает некий свой силуэт на вас. То есть она носит вас, а не вы ее. Понял. А ты сказал интересный момент. Высота рукава. Да. То есть как это меняется? То есть если мы берем, допустим, выше, ниже, посередине, на что это влияет? Это визуально очень сильно рубит руку. Или, например, когда нет бицепса такого, которого хочется показать, подчеркнуть, и футболка слишком с коротким рукавом, она выглядит скорее как-то нелепо и больше подчеркивает то, чего нет. То есть ты обращаешь внимание на то, куда бы скорее смотреть не стоило. Поэтому самым оптимальным является до середины бицепса. Если это оверсайз футболка, то это как раз до начала локтя. До локтевого сгиба. Супер. А что касается расцветок футболок? Самыми универсальными являются, конечно, черное, белое и серое. Это, в принципе, футболки, которые должны быть в гардеробе у каждого. Не важно, женщина это или мужчина. Потому что их легко адаптировать в образы. И составлять с ними комбинации, вариации можно бесконечно много. Есть отдельный пласт. Это футболки с принтами. И если это уместный фановый принт или брендинг, то почему нет? Это здорово. А какая-нибудь история, когда вы солидный взрослый мужчина и на огромном животе носите какой-нибудь несуразный принт, то это выглядит супер смешно и нелепо. Поэтому от этого я бы советовала отказаться. Кристин, а есть еще футболки же не просто классического кроя. Какие еще виды футболок, в принципе, бывают для мужчин? Вообще одним из самых, наверное, на втором месте являются футболки пола. Они уже как-то давно завоевали наши сердца. Но почему-то мужчины воспринимают это как больше футболку, образа с джинсами или со спортивным костюмом. Но это уже давно не так. И многие бренды это доказали. Потому что существуют вариации футболки пола из кашемира, который круто надеть с брюками и образ смотрится солидно, дорого и классно. То есть он не выглядит каким-то несуразным, нелепым или ежедневным, когда вы можете в магазин сходить. Нет, вы выглядите здорово. Если это какая-нибудь сумка рабочая, то вполне себе офисный стиль. Здорово. Я даже не знал, что бывают такие пола. А такой момент. На самом деле пола, с чем его тогда нужно сочетать? То есть есть ли какие-то антитренды, с чем нельзя носить футболку пола? Например, если это пола из хлопка, она выглядит спортивно, то надеть ее с узкими брюками-дудочками такого офисного плана выглядит несуразно. Потому что если они еще тем более короткие и еще в икеды надели, ну так это вообще совсем нелепая история. Поэтому если вы носите футболку пола, я бы скорее предпочитала выбирать более широкий и свободный фасон брюк или джинс. Они поддерживают пол, и в принципе образ смотрится гармонично. С шортами без проблем носить пола? Да, вполне, почему нет. И, кстати, очень многие бренды предлагают нам носить пола из такой легкой шерсти или кашемира, трикотажная, с бермудами. Это шорты, которые по колено широкие, выглядят здорово, да, классно. Здорово, круто. Слушай, а еще такой момент. Как мы узнали, не все парни понимают, зачем носят майку под футболку. Вот скажи, в современном мире носят ли еще майки под футболкой? Практически нет. И на самом деле не все понимают вообще, откуда это возникло. Но я расскажу, чтобы многие знали, что парни, которые очень сильно потеют, у них есть такая необходимость носить майку под футболку. Потому что майка впитывает в себя пот, и вы там не мокрый. Но есть сейчас, например, футболки, которые плотного качества, более свободного силуэта, и под них не обязательно надевать майку, вы вполне себе будете комфортно чувствовать. Но есть и другая сторона этого всего, когда вы надеваете майку под футболку, но футболка из очень мягкого, прилегающего к телу хлопка. И эта майка видна у вас, и вы выглядите просто супер странно. А так майки уже давно отдельная часть гардероба, и их носить вместо футболок даже порой гораздо уместнее. Слушай, а футболка под рубашку. Как вот сочетать футболку с рубашкой? В кино часто видно, когда ребята в таком расслабленном прикольном образе. Но я сколько ни пытался так одеться, да, даже приходишь, там в тот же самый ливайс, берешь их футболку, их рубашку, их же джинсы. Я похож на вот такого ковбоя, мне вот не хватает только ранчо рядом, чтобы вот я взял топор, пошел что-то рубить, и потом сидел вот этот пил пиво вот так вот, глядя на дрова. То есть как грамотно сочетать такой образ? Стоит всегда выбирать футболку очень мягкого, приятного к телу трикотажа хлопка. Потому что такая футболка не перебивает на себя внимание, а скорее служит нам просто дополнительным слоем. Весь акцент на рубашку и что-то внутри. Белое, такое красивое, дополняющий образ всегда уместно выглядит. А каким парням подойдет такой образ? То есть высоким, плотным, невысоким? То есть или вообще без разницы такой образ можно носить всем? Или кому нельзя его носить? Тут скорее очень индивидуально, потому что существуют различные рубашки. Например, там это классическая рубашка, либо это клетчатая рубашка, свободная, больше такой расслабленный образ. Поэтому, конечно, очень индивидуально. Тут нет какой-то градации по росту или по весу. Просто нужно смотреть, с чем, в принципе, вы хотите это надеть. Если это джинсы, то наденьте футболку более плотного хлопка, клетчатую рубашку. Так, чтобы рубашка... Вот единственное, что очень важно, рубашка не должна быть мягче по материалу, чем футболка. Потому что, когда супер плотная футболка и какая-то мягкая такая обтекаемая рубашка, все внимание у нас идет на первый слой. И зачастую люди, кроме вашей футболки, не видят вообще никакого другого образа. Она на себя все внимание забрала. Поэтому так делать не стоит. Кристин, а такой вопрос. Нужно ли заправлять футболку, допустим, с джинсом? Ну, если хочется, можно все. Я считаю, что да. Почему нет? Нет каких-то определенных критериев. Если это футболка оверсайз и у вас, например, узкие джинсы, то, конечно, так заправлять ее не стоит. Потому что выглядит вообще несуразно и абсолютно у вас перебивается силуэт. А если футболка, ну, не знаю, допустим, она более такого приятного прямого силуэта, не слишком объемная, почему бы не заправить ее в брюки, добавить ремень? Образ выглядит абсолютно чистым и классным. Слушай, а вот такой вопрос. Сейчас эпоха онлайн-покупок. Да, все закупаются, все остальное. Вот я, как мужчина, мне очень тяжело что-то купить онлайн. Потому что я вот смотрю, я не понимаю, да. Вот я знаю, что там женщина, она увидела, купила и все, и носит, и она красива. А я вот смотрю, я каждый раз боюсь вот эту кнопку купить-нажать. Мне нужно потрогать, посмотреть. И с темой футбола то же самое. Ты боишься, что будет там мягкая какая-то, просвечивать будет тонкая. Можем ли мы как-то по описанию, допустим, состава или по описанию продукта понять, подходит нам это или нет при покупке онлайн? Да, конечно. Если футболка из стопроцентного хлопка, то она будет плотная, ее силуэт будет здорово смотреться. Но единственный момент, что, конечно, она будет мяться. Вот тут всегда нужно смотреть на состав. И если в составе с хлопком есть какое-то синтетическое волокно, такая футболка будет гораздо лучше держать форму. Она не будет деформироваться и очень сильно мяться. А, например, какой-нибудь стопроцентный лен, но там совсем. Даже если вы ее отварили, да, она будет... А вопрос такой. Ну, я, кстати, не видел футболок из лена. Рубашки только. Есть футболки, правда, да. Прикольно. Кристина, еще скажи такой момент. Вот стопроцентный хлопок, понятно, мы все привычны к тому, что этот стопроцентный дышащий материал, в нем будет комфортно. Но сейчас же есть современные составы, в которых все равно будет комфортно, несмотря на добавление синтетики. Как вот нам понять, да, то есть стоит ли брать там вот в соотношение там вот этот полиэстер, хлопок, еще что-то? То есть вы же как стилисты тоже подбираете это, да, чтобы был хороший состав? Да, конечно, если в составе преимущественно хлопок и только какая-то часть добавления синтетического волокна, то тогда в такой футболке будет суперкомфортно всегда. А если, например, преимущественно вискоза, полиэстер, акрил, то эта футболка больше спортивного материала, и она, знаете, такое, когда вам жарко в жаркую погоду и очень холодно в холодную, потому что она абсолютно не дышит и такое создает вакуум вакуру классно. Такую футболку, конечно, стоит брать только на спорт. Ну, то есть, в принципе, для спортзала одно, для повседневной жизни другое. Сколько футболок должно быть в гардеробе у мужчин? Если это белые футболки, то чем больше, тем лучше, потому что белые футболки супермарки и, например, желтые пятна от дезодоранта всегда появляются. Могу сказать так, пока на футболке нет катышек, пока она не растянута, ее ворот не смотрит в разные стороны, она нет никаких пятен, она жива, ее можно носить, и все с ней хорошо. А сколько ты должна стоить хорошую футболку? Сложный вопрос. На самом деле, тут нет какой-то огромной градации по цене. Можно вспомнить ушедшее от нас в Винникло, где классную футболку можно купить за тысячу рублей. Например, российские бренды, которые тоже нам помогли, скажем так, справиться с этой потерей, их ценовая политика начинается от 2-2,5 тысяч рублей. Классную хлопковую футболку можно купить. Все равно в регионах довольно так накладно будет. А сколько носится такая футболка? Можно ли как-то вот такое время носки примерно? Ну, допустим, футболка из Винникло, если носить ее там пару-тройку раз в неделю, но если это примерно месяцев 5, то есть, ну, там, пока не потеряет свой вид. Российские бренды также в носке, ну, долговечные или нет? Ну, тут, конечно, очень тяжело сказать, потому что российских брендов очень много, и у нас много платформ, там, например, Wildberries или Ozone, которыми как раз и пользуются в регионах. И там нужно смотреть на соотношение качества, потому что, когда в футболке больше синтетики, ну, конечно, нет, она после нескольких стирок просто потеряет свой презентабельный вид. Поэтому тяжело, да. Да, окей. Слушай, ты упомянула вырез у футболки. Подскажи, а вот V-образный вырез, кому он подходит? Это же всегда так круто смотрится на фотках где-то, еще вот эти V-образные вырезы. Стоят ли такие носить? Ну, с V-образным вырезом, конечно, очень сложно. Все-таки я предлагаю, если вы не хотите заморачиваться, возьмите круглый, и будет вам счастье. Потому что с V-образным вырезом сложная история. У многих парней, когда торчат волосы оттуда, это выглядит супер нелепо, несуразно. Но если вы сможете ее круто обыграть, как, например, делает это Джонни Депп, Лени Кравец, и это такая гранжевая эстетика, это смотрится круто, уместно, и сказать нечего. Но в целом, без заморочек, возьмите круглый вырез, и класс. Понял. А можем ли мы как-то с помощью футболки расширить визуально плечи? Да, если футболка из плотного хлопка, и она оверсайз модели. Потому что такое плечо необтекаемое, и оно скорее больше создает силуэт вокруг вас, нежели подстраиваться под силуэт ваших плечей. А оверсайз футболка какая должна быть по длине? Разные вариации, на самом деле. Обычно это по окончанию кармана такие футболки смотрятся. И, кстати, вот что хочу сказать, не нужно из футболки на два размера больше делать модель оверсайз. Нет, так не работает. Оверсайз это не просто большая. Да, это не просто так. То есть, если вы носите размер М, а взяли футболку XL, но она не всегда будет смотреться круто и уместно, потому что ее рукав будет где-то несуразно там по длине выглядеть, и она будет такая немножко смешная. Все-таки оверсайз модели это отдельная категория товаров. Которые специально шьют под ваш размер, просто она выглядит мешком. Ну, грубо говоря. Ну, практически, да. Кристин, а вот такой вопрос. Где можно подобрать себе нормальную футболку? Вот какие бренды ты можешь посоветовать? Например, из более доступных могу порекомендовать классный бренд SHU. Это российский бренд. У них хорошего качества, плотного футболки. Смотрится здорово. Как мальчики, так и девчонки могут пользоваться. Или, например, Zika Mjuni. Тоже классный бренд. Пожалуйста, рекомендую для покупки футболок. Если взять сегмент подороже, то здесь можно пойти в Kicksbox, купить себе классную футболку Carhartt или Stussy. Здорово. Какой-нибудь минимализм, принт. Клево. Мне нравится. Я вообще не понимаю этих слов, конечно, для меня. Ты знаешь, что из такого, как заклинания звучат. Я думаю, сейчас где-то появится какой-то черный дым, потому что я не понимаю вообще, о чем речь. А также можно адаптироваться и заказывать Uniqlo на LaMode. Пожалуйста. И не заморачивайтесь. Да, и не заморачивайтесь вообще. Не знаю, Uniqlo на футболке, моя любовь вообще. Пижамы, футболки. Это прям, я обожаю этот бренд. Слушай, подскажи мне, а ты оказываешь дистанционные услуги парням по подбору образа? Да, конечно. В принципе, вы можете написать мне в директ. Я просмотрю запросы. С удовольствием помогу. Ну, тогда твои контакты будут в описании под этим видео. Ребята, если вы захотите, чтобы вам помогли с подбором образа, то вы можете узнать по ценам, по условиям уже непосредственно у Кристины. Ну, и, соответственно, конечно, после грамотного подбора образа очень важно привести голову в порядок, друзья. Поэтому не забываем о том, что во всей нашей сети действует 20% скидка на первый визит. Ссылочка тоже есть в описании. Кристин, минутка рекламы у нас тут закончилась. Спасибо тебе огромное. На самом деле, это было очень полезно, очень круто. Я надеюсь, мы еще увидимся, ребят. И пишем комментарии, что спросить в следующий раз. Ну, что ж, друзья, до встречи в следующих выпусках.